Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Не часто можно сказать, что ты буквально наблюдаешь возможность всей своей жизни, однако, если мы увидим стремительное падение из-за новостей о новом варианте этого вируса, который впервые обнаружен в США, это будет значить только одно. Мы можем увидеть повторение того, что произошло в марте 2020 года, вот здесь. Когда биткоин упал на 65% и сделал это очень быстро. В марте 2020, когда происходило это падение, причем не только биткоина, но абсолютно всех рынков, никто не понимал, что происходит. Все кричали о том, что рынок будет только падать, биткоин будет стоить 700 долларов. Вот что тогда говорили. Бесконечное падение, вот что нам прогнозировали, ведь фондовый рынок на тот момент находился в долгосрочном растущем тренде уже более 10 лет. Какой была реакция Федерального резерва в США и центральных банков по всему миру на это падение? Тоже из-за коронавируса. Они просто начали накачивать рынки деньгами, которые едва успевали печатать. К чему это привело? К тому, что любой актив перешел в состояние параболического роста. Даже пило материалы. Посмотри на этот график. Вот это падение, спровоцированное тем самым вирусом. И что было после этого? Они взорвались параболически, дали просто сумасшедшую кучу иксов. Любой актив, на который был хотя бы какой-нибудь спрос, который был хотя бы немного дефицитным, взорвался в цене. Нет ничего дефицитнее сегодня в 2021, чем биткоин и криптовалюта. Итак, если этот новый вариант умудрится обвалить экономики до такого уровня, что вмешательство центральных банков будет неизбежно, тогда мы можем увидеть второй самый невероятный шанс для инвестиций за последние два года. Возможно, это время будет вспоминаться в будущем как самый большой шанс в этом десятилетии. Это просто сумасшествие. Да, самый большой шанс купить биткоин был в 2010 году, но второй лучший шанс – покупать его в такие моменты кризиса ликвидности, спровоцированного известной болезнью и ее новыми штаммами, которые заставляют закрывать экономики на локдаун. Исторический шанс, не побоюсь этого слова. И если такой флеш-крэш, как в 2020 году случится сегодня, я использую этот шанс. И буду максимально заходить, особенно в метавселенную. Почему? Мы знаем, что Facebook поменял свое название на мета и инвестирует миллиарды долларов в развитие метавселенной. Но теперь у нас есть еще одни фундаментально шикарные новости. Они связаны с уходом Джека Дорси из Твиттера, а его вторая компания Square на следующий день после этого переименовала себя в Блок. Джек Дорси полностью меняет вектор своего развития, а теперь его компания о криптовалюте, о криптовалютных платежных системах, NFT, артистах, музыке, искусстве и играх на блокчейне. Вот почему название Блок. То, что будет пытаться сделать Блок, выше всего, о чем мечтают обычные традиционные компании. Фундаменталы вокруг криптовалюты становятся такими сильными, что нужно быть слепым и не увидеть, как интернет в том виде, который нам известен, трансформируется из Web 2.0 в Web 3.0. Кроме этого, сложно не увидеть, что в этом Web 3.0, игровая криптоиндустрия, метавселенная, будет одной из лидирующих сфер. Это очевидно настолько, что практически все большие и ясные умы интернета перетекают в криптовалюту и NFT. Разве эта миграция интеллекта именно в эти сферы происходит без причины? Я так не думаю. Если ты так думаешь, ты пропускаешь самое большое переселение народов в интернете, если это так можно назвать. Именно поэтому любое падение, любой медвежий рынок и любые флэш-крэши на таком рынке я воспринимаю как благословение свыше, как огромную возможность всей своей жизни. Если мы увидим такую же реакцию на рынке, как в марте 2020, а именно падение на всех мейнстримных рынках до тех пор, пока папа Центральной Банка не зайдет на эти рынки, мы поймем, что новые перезагрузки финансовых программ стимулирования неизбежны. Я уверен, что этот трейд станет трейдом всей твоей жизни, и ты поймешь это спустя 3 года после него. Это моя стратегия, и если мы увидим этот флэш-крэш, как в 2020 году, я воспользуюсь им, и по большей части в моем фокусе будет метавселенная. Это было быстрое обновление по поводу ситуации на рынке. Увидимся завтра в большом выпуске. Сегодня обычный выпуск я не снял, потому что, честно говоря, мое внимание было приковано к интереснейшей партии между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим на матче на первенство мира по шахматам. Это была очень кровавая, интересная и тяжелая борьба. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok